Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Меня зовут Екатерина Лукашенко. И вот главная тема этого дня. С нового года в России могут вернуться вытрезвители. Сигареты и алкоголь подорожают, зато увеличатся пенсии, что изменится уже с января 2021 года. В России закрыла авиасообщение с Великобританией. Все из-за нового штамма коронавируса. Говорят, он даже заразнее, чем старый. В Красноярске появился магазин, где каждый может арендовать полку и продавать то, что хочет. Что можно найти в таком магазине? На ТВК продолжается розыгрыш новогодней корзины. Получить приятный подарок можете и вы. Для этого внимательно смотрите выпуск новостей. В России вернут вытрезвители. Закон об их восстановлении Госдума сегодня приняла в третьем окончательном чтении. Документ дает регионам право с 1 января создавать вытрезвители для людей, которые находятся в общественном месте пьяными и не могут сами передвигаться или ориентироваться в пространстве. Только новые учреждения не будут похожи на своих советских предшественников. Теперь пациентов нельзя удерживать насильно, а также обыскивать и раздевать. Перед поступлением пьяного гостя осмотрит врач. Если ему не нужна госпитализация, то ему выделят койко-место. И за все это придется заплатить примерно полторы тысячи рублей за одну ночь. В Минздраве России эту идею уже поддержали. Там считают, что вытрезвители нужны, чтобы человек мог проспаться и вернуться домой живым и здоровым. Но, по их мнению, кроме врачей, в учреждении нужны и полицейские, чтобы обеспечить порядок. Напомню, 10 лет назад закрыть вытрезвители поручил Дмитрий Медведев. После этого забота о пьяных легла на сотрудников скорой помощи, а количество преступлений увеличилось почти на 35%. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о вытрезвителях. Вообще, с 1 января многое изменится в жизни россиян. Каким будет 2021 год, во многом зависит от пандемии коронавируса, говорят эксперты. Однако, многие нововведения известны уже сейчас. Например, в России отменят моратории на долги по ЖКХ и увеличат пенсии. Этой темой сегодня занимался мой коллега Дмитрий Шхузин. Он сейчас в студии. Дима, кого коснутся изменения? Катя, коснутся они практически всех. Но начнем с самого главного. Со следующего года неработающим пенсионерам пенсию проиндексируют выше инфляции. Об этом на своей пресс-конференции заявил Владимир Путин. Президент также пояснил, при каких условиях вернут индексацию пенсии работающим пенсионерам, если будут деньги в бюджете. По словам главы государства, власти сейчас думают о такой возможности. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, может быть, с небольшим, 4,1%. Индексация пенсии предусмотрена 6,3%. По данным пенсионного фонда, средний размер выплат в следующем году составит 17 444 рубля. С 1 апреля проиндексируют и социальные пенсии. Они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и стажа для назначения страховой пенсии. Однако здесь цифра меньше всего 2,6%. Еще одно изменение коснется минимальной размеры оплаты труда. МРОД хотят рассчитывать, исходя не из нашей потребительской корзины, а из медианного, то есть практически среднего дохода. И его будут устанавливать ежегодно. По новой методике в следующем году средний МРОД по России вырастет на 5,5% до 12 792 рублей. Отмечу сейчас, в Красноярском крае этот показатель по официальным данным вместе с районными коэффициентами составляет 19 408 рублей. И в следующем году он также увеличится на 5,5%. Еще с 1 января также исчезнет мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Здесь совершенно очевидно, что ни 2 января, ни 10 января, ни даже 30 января никто коммунальные услуги отключать не придет. И, соответственно, здесь опасаться, что останемся, грубо говоря, в первый месяц будущего года без света, без воды и без тепла не стоит. Есть законно предусмотренный механизм, который предполагает, во-первых, надлежащее уведомление потребителя о наличии задолженности, во-вторых, соответственно, подтверждение получения потребителям такого уведомления, в-третьих, ожидание срока, в течение которого потребитель, получив уведомление, должен иметь возможность предпринять меры по погашению этой задолженности. И уже в том случае, если этот срок будет исчерпан, только в таком случае исполнитель коммунального услуги вправе будет ограничить потребителя в подаче такой услуги. Поэтому это, очевидно, случится даже учитывая все гюрократические механизмы не в январе, и даже не в первых числах февраля. И к другим не самым позитивным изменениям коснутся они алкоголя и сигарет. В следующем, в 2021 году, они в среднем подорожают на 20-30 рублей. Осенью Минфин опубликовал приказ об увеличении минимальных розничных цен. Так, с 1 января 2021 года водка будет стоить минимум 243 рубля за пол-литра. Столько же коньяка обойдется в 446 рублей. Дороже станут и игристые вина. Бутылка объемом 0,75 будет стоить не меньше 169 рублей. На 20% увеличатся акцизы на сигареты. В Госдуме посчитали, что это должно привести к изъятию сверхдоходов у табачных компаний. Речь идет об изъятии сверхдоходов у тех же табачников в этой ситуации. А почему вы не говорите об этом? Вы считаете, что это поднятие стоимости сигарет? Наша задача проконтролировать, чтобы это не произошло. А вот сверхдоходы были изъяты в ситуации непростой. Давайте возьмем на контроль. А вы предлагаете это взять и переложить на стоимость сигарет. Допустить этого нельзя. Закончим новостью для автомобилистов. С 2021 года собрать аптечку можно будет самостоятельно. В Дорожной полиции сообщают, считают, что такое нововведение позволит автомобилистам значительно продлить срок службы аптечек. Если раньше срок годности всего набора исчислялся по минимальному сроку любого предмета или лекарства, то теперь его просто можно заменить и пользоваться аптечкой дальше. Однако необходимый минимум все-таки есть. Это бинты, жгуты и устройства для искусственного дыхания. Весь список вы можете найти в интернете. И сейчас вы видите его на экране. У меня на этом все. Катя. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Шхузин. Говорили о нововведениях, которые вступят в силу уже с января 2021 года. А сейчас к последним данным о заболеваемости коронавирусом. За сутки в крае подтвердили 330 случаев COVID-19. Скончался 21 пациент. Победили болезнь 436 жителей региона. В России коронавирусом за последние сутки заболели чуть меньше 29 тысяч человек. В больницах скончались 561 человек. Всего же с начала пандемии умерли почти 52 тысячи россиян. Тем временем в мире число всех летальных исходов от ковида достигло отметки в 1,7 миллиона случаев. А страны вновь стали закрывать границы. Все из-за нового штамма коронавируса. Его нашли в Британии. Именно с ней с сегодняшнего дня прекратила авиасообщение Россия. Пока на неделю, говорят в оберштабе, надо понаблюдать за ситуацией. Если она не изменится, не исключено и продление ограничений. К слову, от транспортного сообщения Соединенным Королевством уже отказались Германия, Италия, Франция и Австрия. И похоже, от новой мутации вируса заболевают не только люди, но и валюта. Эксперты говорят, что биржи лихорадят уже несколько дней. Российский рубль ослабевает по отношению к валюте. Впервые с 9 ноября курс евро у нас превысил 92 рубля. Сегодня, по данным московской биржи, курс евро остался на отметке в 92 рубля 28 копеек, а доллар – 75 рублей 43 копейки. При этом, по оценкам экспертов, американская валюта может прибавить сразу 3 рубля за неделю. Дополнительным фактором давления на рубль стала информация о введении санкций со стороны США для 45 российских компаний, которые связаны с оборонным комплексом и гражданской авиацией. А прямо сейчас к самой обсуждаемой теме в социальных сетях. Политик Алексей Навальный опубликовал ролик с записью телефонного разговора с предполагаемым соучастником своего отравления Константином Кудрявцевым. Видео появилось в сети накануне. И менее чем за сутки его посмотрели более 13 миллионов человек. В расследовании нескольких мировых авторитетных изданий CNN, Инсайдер, Беленкет и Шпигель утверждалось, что в покушении на Навального участвовали 8 человек, а выяснить их имена удалось благодаря биллингу телефонных разговоров и анализу поездок за последние несколько лет. Члены группы обычно путешествовали по 2 или 3 человека, чередуя настоящие имена и псевдонимы. Всякий раз они посещали города, в которые приезжал Навальный, говорится в расследовании. Одним из участников отравления и мог быть Константин Кудрявцев, предполагаемый сотрудник ФСБ, военный химик из Института криминалистики, сказано в видеоролике. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева, Максимом Сергеевичем Устиновым. Заявил, что пишет отчет для руководства и стал задавать вопросы. Почему сорвалась операция по отравлению Навального? Собеседник Навального, думая, что общается с начальством, подтвердил, что участвовал в спецоперации российских силовиков в отношении Навального и предположил, что операция пошла не по плану из-за оперативных действий пилотов и омских врачей. Весь разговор под запись длился более 40 минут. Вот фрагмент. Константин. Алло, Константин Борисович. Здрасте. Меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок. Мне нужно 10 минут вашего времени. Очень сильно нужно. Один абзац. Просто краткое понимание от членов команды. Что у нас пошло не так? Почему в Томске был с Навальным полный провал? Почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? На работе есть нюансы. Всякая ситуация с повернулась с одной стороны. Ну, так сказать, что-то неправильно принимаю. Ну, я тоже думал, что могло бы. Посадили там это. Понимаете, да? Полетел, посадили. Все, вот эта ситуация сложилась так, что и в нашу позу, я так считаю. Если чуть дольше, то, соответственно, могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше что? Константин Борисович, если бы чуть дольше летел? Ну, возможно, да. Если бы чуть дольше летел, например, они посадили его там резко, как-то и так далее. Возможно, это все пошло не так. То есть там оперативная работа, там, медик, скорой помощи, да? На посадочной полосе, там, например, да. Собеседник Навального также рассказал, что занимался так называемой обработкой вещей. Из записи разговора стало понятно, что вещество новичок могло остаться на нижнем белье политика. По словам офицера ФСБ, он дважды летал в Сибирь, чтобы почистить одежду Навального. Скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды-то, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. Серого цвета трусы? Да? Цвет трусов какой, не помните? Синие. Синие трусы, синее. Мы работали вот именно по этим, то есть по трусам, по штанам, внутренностям, смотрели, как бы есть ли там пятна, нет ли там пятен каких-то и так далее. Угу. Вот. Пятен, как бы, на трусах видимых пятен не было. И, по крайней мере, визуально. На штанах тоже там флисовые штаны такие, они, по-моему, плотные, на них вообще ничего не разглядишь. Я, честно говоря, ошарашен вопросами вот этими всеми. Сами понимаете, да, в зависимости от ситуации. Константин Борисович, все ошарашены. Представляете, как я ошарашен, я вообще об этом не знаю ничего. Эту видеозапись уже прокомментировали в ФСБ. Там заявили, телефонный разговор оппозиционера с предполагаемым соучастником его отравления – это спланированная провокация и дискредитация ФСБ России и ее сотрудников. Заявление пресс-службы цитирует ТАСС. Размещенное Алексеем Навальным в сети интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органах Федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб. Также в ФСБ сообщили, что опубликованный Навальным видеоролик с записью телефонного разговора с сотрудником ведомства – подделка. К слову, накануне же, когда и вышел ролик Алексея Навального, его соратница Любовь Соболь отправилась к дому предполагаемого отравителя-оппозиционера. Соболь звонила в дверь к Константину Кудрявцеву, но ей никто не открыл. После этого полиция заблокировала ее в машине во дворе и задержала, когда только она вышла из нее. На вас какие-то заявления? От жителей квартиры, подождите, попустите. От жителей квартиры. Пошли, отойдите. Вы у меня задерживаете. От машины отрождите. Придем, придем. Что вы делаете? Почему вы мне так делаете? И сегодня стало известно, что Любовь Соболь отпустили из полиции без предъявления обвинений. Об этом она сама написала в Твиттере. И сегодня на эту тему высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что видеозапись в Кремле не смотрели. Однако, цитата, последние заявления Алексея Навального говорят о наличии у него признаков мании преследования и величия. Конец цитаты. Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета. В него вошли все главы регионов, а также спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента и лидеры парламентских партий. В новый состав включили и премьер-министра Михаила Мишустина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и мэра Москвы Сергея Собянина. Состав Президиума Госсовета, который занимается выбором темы очередного заседания и анализом работы государственного органа, тоже поменяли. В него вошли 26 глав регионов, в их числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, Новосибирской Андрей Травников, Алтайского края Виктор Томенко, губернатора Красноярского края в список не включили. Возглавит Госсовет и его президиум сам Путин. Указ опубликован на сайте правовой информации. Всего в Госсовет вошли 104 человека. По словам помощника президента Игоря Левитина, обновленный состав будет определять направления внутренней и внешней политики страны. 18 комиссий при Госсовете займутся экономикой, финансами, здравоохранением и другими сферами жизни. Для обеспечения согласованного функционирования всех органов власти, для учета их мнения при принятии решений, необходимы особые полномочия. Именно эти полномочия и предусмотрены поспешавшим президентом Российской Федерации 8 декабря в законе о Госсовете. Это позволит охватить практически все субъекты, муниципалитеты, а также общественные организации и бизнес. В обновленном составе Госсовет соберется уже на этой неделе. Я добавлю, что Государственный Совет существует в России уже 20 лет. Однако идея придания этому органу конституционного статуса принадлежит Владимиру Путину, который вписал это в поправки к Конституции. Эксперты предполагают, что Госсовет будет наделен особыми полномочиями, которые позволят сохранить Владимиру Путину власть в своих руках даже после президентства. Россия решила помочь Белоруссии. Москва предоставит Минску 1 миллиард долларов. Правда, в кредит и двумя траншами. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Первую часть денег – 500 миллионов долларов – власти России отправят в этом году. Еще столько же в следующем. А когда эти деньги вернутся обратно в Россию – неизвестно. Добавлю, месяц назад Россия предоставила Сирии более миллиарда долларов на восстановление электросетей, промышленности и другие гуманитарные цели. В Красноярском крае построят полигон для испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, площадку под испытания ракеты РС-28 «Сармат» обустроят в районе поселка Северо-Енисейский. Это 600 километров от Красноярска. Строительство обещают закончить в следующем году. Ракету планируют оснащать ядерными боеголовками. Сила удара такого снаряда превышает 4 гигаджоуля. Столько же энергии выделяется при взрыве ядерной бомбы мощностью в одну тонну. По словам Шойгу, уже сейчас завершены бросковые испытания ракеты и отработана технология подготовки к пуску ракеты. За счет дополнительного финансирования, выделенного на производство данных комплексов, выйти на уровень современности стратегических ядерных сил 88,3%. Завершить строительство для комплексов «Ярс и «Авангард» инфраструктуры в Козельске, в Ясном Ужуре, Новосибирске и Ешкар-Але. Обустроить в районе поселка Северный Есейский испытательный полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат». В этом году в Красноярске обострились проблемы со свалками. Правобережный полигон «Шинник» остановлен, а прокуратура снова проверяет остаточную емкость автоспецбазы. Чтобы сократить объем захоронения отходов, власти уже два года планируют построить на левом берегу сортировочный завод. И пока только на словах. В это время на правобережье Красноярска уже несколько лет работает комплекс, который прямо сейчас может на 70% сократить объем мусора, свозимого на свалку. Почему предприятия до сих пор не используют на полную мощность – в сюжете далее. Отбираем картон, отбираем бумагу, отбираем различные виды пластика. Главный инженер мусоросортировочного комплекса «Ростех» Федор Белоногов рассказывает представителям общественной палаты и районным депутатам о производственном процессе. На данный момент это единственное предприятие в Красноярске, которое промышленным способом сортирует коммунальные отходы. Сделать так, чтобы на свалку увезли как можно меньше мусора – главная задача комплекса. Наша задача все-таки – это максимальный отбор вторичного сырья. Иногда может быть даже сокращение качества сырья. Но все-таки приоритет компании – это минимизация полигонного захоронения. С учетом того, что в Красноярске есть очень большая проблема полигонов. И мы задачу ставим именно больше отсортировать. После остановки Шинника весь мусор правобережный рекоператор «Ростех» вынужден отвозить на левый берег. На полигон автоспецбазы. Собственный сортировочный комплекс помогает ему в среднем на 70% уменьшить объем вывозимых отходов. На свалку везут только то, что нельзя переработать. Так называемые «хвосты» – их прессуют и отправляют на полигон специальных синих контейнеров. По данным правительства Красноярского края, в год собирается примерно 450 тысяч тонн городского мусора. Мощность этого комплекса – 400 тысяч. Сейчас он загружен лишь на 50% и сортирует в год около 220 тысяч тонн отходов. Общественники недоумевают, зачем ждать строительства новых заводов, если прямо сейчас здесь можно организовать сортировку отходов со всего города. Мы знаем, что на левой стороне у нас вообще отходы не сортируются, ну и не перерабатываются, это понятно. И как раз предприятие выходило с предложением, что давайте мы будем сортировать и те отходы, которые образуются на левом берегу, раз уж все равно мощности свободны в половину от заявленных мощностей самого этого предприятия. То, что никакого ответа не было от правительства края, нас очень сильно удивило. Представители общественной палаты намерены обратить особое внимание властей на возможность сортировки всего городского мусора на правобережном комплексе. За счет него объем захоронения отходов можно радикально сократить уже сейчас. Красноярцы надеются, что назначение нового министра экологии позволит быстрее разрешить затянувшийся мусорный вопрос. Татьяна Шункова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Прямо сейчас Новости ТВК разыграют уже вторую новогоднюю корзину. Так называется наш праздничный проект. Сегодня мы дарим вторую продуктовую корзину от наших партнеров – сети супермаркетов «Империя». По традиции подарок достанется тому, кто первым угадает, где находится наш корреспондент и добежит до места включения. И будьте готовы, что наш корреспондент может задать каверзный вопрос. Моя коллега Анна Кузьмина уже находится возле одной из елок нашего города. Аня, где тебя искать? Катя, ну я думаю, сейчас по картинке очень многие поймут, где мы находимся. Вот посмотрите, сзади меня Енисей, позади меня за моей спиной. Деревья светящиеся и открывается просто шикарный вид на коммунальный мост. Я думаю, многие уже угадали, где мы находимся. И сейчас, я думаю, наш победитель уже спешит к нам. Ну а пока я расскажу, что же все-таки находится в корзине, которую предоставил нам наш партнер. Это сеть супермаркетов «Империя». Здесь находятся фрукты, как же сыры, мясо, консервы, даже кофе и бутылка шампанского. Но это все сейчас достанется тому, кто первый до нас доберется. Но пока мы остаемся ждать здесь, поэтому передаю слово тебе, Катя. Аня, спасибо. Это была Анна Кузьмина. Она ждет победителя, который смотрит прямо сейчас новости ТВК. Если вы узнали, где она, скорее собирайтесь, бегите к Ане и забирайте вкусный новогодний подарок. Пока перейдем к другим темам. Директор коммерческой фирмы «Стройсектор» попал под следствие после ремонта Минусинской районной больницы. Теперь ему может грозить до 10 лет тюрьмы за мошенничество. По информации Следственного комитета, руководитель компании два года назад заключил контракт с районной больницей на 17 миллионов рублей. По договору он должен был отремонтировать детское инфекционное отделение. Только вот работы должным образом так и не выполнил. И детское отделение не заработало. Но это не помешало больнице подписать все акты и перевести деньги. Теперь на директора фирмы «Стройсектор» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное в особенно крупном размере. Не ушел от ответственности и уже бывший главный врач Минусинской межрайонной больницы. Ранее следователи возбудили в его отношении уголовное дело за превышение должностных полномочий. В центре Красноярска открылся магазин, где каждый может арендовать полку и продать свои вещи. Называется он просто «Твоя полка». В магазине можно найти оригинальные подарки, хендмэд и раритет советской эпохи. А также разместить свое творчество. Что еще можно найти на полке, расскажет Елена Армаз. У нас это органайзеры для документов. Для семейных, для детских. Многие спрашивают, где посмотреть, пощупать, увидеть все вживую. А тут такая возможность. Любовь стала одной из первых в Красноярске, кто решил разместить в магазине «Твоя полка» свои вещи на продажу. Это органайзеры для документов. Каждый оригинальный в одном экземпляре. Любовь продает их вместе со своей коллегой по цеху. Такие папки больше нигде не найдешь, кроме этого магазина. И это самый главный плюс «Твоей полки» – уверена Любовь. Нас нашли, предложили, мы решили посмотреть. Был ремонт, мы даже дали свою очередь, посмотрели. Вообще нам так все понравилось. Мы захотели, конечно же, в это поучаствовать. Такой магазин, такого формата, он первый в Красноярске получается. И очень, мне кажется, будет востребовано. Глаза разбегаются, все хочется, но немножко сдерживаемся. Так сейчас присмотримся, как раз Новый год, как раз время подарков. Купить можно на любой вкус, любому человеку. Магазин открылся только на прошлой неделе, но покупателей, как и продавцов, уже много. Все хотят купить что-нибудь, например, в качестве новогоднего подарка или разместить в магазине свою самодельную продукцию. И это отличная возможность для творческих людей. Есть еще такие точки по Красноярску, но это, я скажу, очень хороший магазин, решение для тех людей, которые, так сказать, любят какую-то изюминку, либо мало денег. Руководитель магазина Сергей ажиотажу рад. Говорит, в его работе главное не скупить все самому. Это уже 20-й магазин барахолка «Твоя полка» в России. И ему нравится быть частью такой франшизы. Ради своего нового дела Сергей даже уволился с прошлого места работы. Настолько загорелся идеей. А возникла она случайно, во время отпуска. Мы с супругой поехали в Калининград просто отдыхать. Это вот было этим рядом. Прогуливаясь по городу, встретили интересный, необычный магазин. Зашли туда, посмотрели, удивились, увидели много интересных товаров. Это оказался очень необычный магазин. А необычный тем, что любой желающий может снять полку и продавать абсолютно любой товар. Здесь все изделия, они в единственном экземпляре. Есть очень, очень интересные вещи, которые можно найти только здесь. При этом, добавил Сергей, дополнительные наценки на товары нет. Продавец сам назначает свою цену, и деньги после продажи идут ему. Магазин «Твоя полка» находится на Мира 85 и работает с 10 утра до 8 вечера. Может, и у вас найдется то, что красноярцам захочется разместить на своей полке. Елена Армас, Александр Карпов, Новости ДВК. Прямо сейчас мы готовы назвать победителя нашего розыгрыша в проекте «Новогодняя корзина». Аня, кто первый успел до вас добраться? Катя, ну, прошло, наверное, около двух минут, и первый до нас добежал Арсений. Арсений, самое главное вопрос, как удалось так быстро добежать? Я собирался уходить из дома, а по телевизору как раз вас показывали. Вот и успел добежать. Хорошо, тогда, Арсений, новогодняя корзина достается вам. Ну, а вам такое специальное задание – поздравить красноярцев в камеру с наступающим Новым Годом. Спасибо. Уважаемые красноярцы, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам успехов и здоровья в Новом Году, чтобы пандемия в ваших телах не помешала. Все, Арсений, спасибо. Я вас поздравляю. Но я напомню, что это не первая, не последняя корзина. Корзину мы будем разыгрывать до конца недели каждый день, поэтому шансы есть у всех. Не пропускайте эфиры новостей ДВК. Катя, на этом у меня все. Аня, спасибо. Это была Анна Кузьмина. И еще раз, уже завтра мы подарим новую продуктовую корзину к новогоднему столу. Смотрите внимательно выпуски новостей ДВК. Через пару минут мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Не выдержал критики. В Нововоронеже демонтировали памятник Аленушке, который обсуждала вся страна. Что такое постковидный синдром и можно ли его вылечить? Смотрите в рубрике «Вопросы доктору». Культурную аномалию в городе Нововоронеж решили все-таки демонтировать. Речь идет о памятнике Аленке, который простоял три дня и за это время успел напугать многих, по крайней мере, в социальных сетях. Сейчас место, где стояла скульптура, опустела. Напомню, накануне в сети вся Россия обсуждала новый памятник в честь 250-летия города. Пользователи сети писали негативные комментарии и создавали смешные ролики и мемы. Местные власти признали, что ожидали совсем другой реакции. И в свое оправдание сообщили, что работа с металлом оказалась сложной и получилось то, что получилось. Накануне скульптуру демонтировали и поместили на склад. Какая судьба ее ждет дальше, неизвестно. Также власти поделились, что дорабатывать монумент не будут. Счастливый кот в мешке. Сейчас в сети все обсуждают случай, который произошел на мусоросортировочном комплексе в Ульяновске. Там работник случайно нашел кота в туго завязанном мешке и этим спас четвероногому жизнь. Все попало на кадры видеонаблюдения. На них видно, как мужчины отбирают жесткий мусор, чтобы он не попал в измельчитель. Один из работников совершенно случайно решил проверить один из мешков. Он вскрыл его ножом и нашел там живого и напуганного кота. В комплексе сообщают, что последнее время такие живые находки не редкость. До этого работники от верной смерти спасли двух красноухих черепах и африканского ежа. А кто так поступил с живыми существами до сих пор неизвестно. Что касается кота, то сейчас он в безопасности, ему ищут новых хозяев. А в сети пишут, что у него осталось восемь жизней. В Красноярске продолжается проект «Будка добра из рук в лапы». Волонтеры хотят сделать новогодний подарок братьям нашим меньшим и сейчас собирают корм для бездомных животных. Несколько ярких будок уже появились в городе. Найти их можно, например, в удачном в Эперии вкуса, в Леруа Мерлен, который находится в планете, в ресторане «Баран и бисер» на мира. Любой желающий может сфотографироваться рядом с «Будкой добра» и положить еду для собак. Крупы, макароны, консервы, сухой корм. Проект продлится до 28 декабря включительно. А перед Новым годом красноярцам озвучат итоги акции. Один из организаторов проекта, Илья Запрудин, говорит, что благодарен всем, кто откликнулся. Он уверен, что такая помощь может стать хорошим примером для детей. Осталось совсем немного времени, чтобы подарить немножко добра нашим хвостатым друзьям. Поэтому у вас есть возможность привить добро детишкам, взять своих сыновей, внучек, дочерей, купить корм и принести в будку добра. Когда жители Красноярска смогут пройти цифровую перепись населения? И что происходит со стройкой аквапарка? Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости. Коротко». Красноярцы готовятся к цифровой переписи населения. Впервые она пройдет весной следующего года. Горожане смогут принять участие самостоятельно. Для этого нужно заполнить электронный лист на портале госуслуги. Цифровая перепись отличается от традиционной. Во-первых, разницей в скорости обработки данных и более высокой точностью. По прогнозам Росстата, к июлю 2021 года будут опубликованы первые подсчеты численности. А осенью можно будет ознакомиться с итогами. Последнюю сваю забили в фундамент Красноярского аквапарка. В связи с переходом на следующий этап строительства заказчики и строители решили оставить на свае автографы. Напомним, его стройку запустили в прошлом году и планируют закончить 2024. Красноярский аквапарк станет самым крупным за Уралом. В нем будет 15 горок, большая детская зона, спа-процедуры, а также фитнес-зал. Красноярские дворы планируют очистить от павильонов. Изменения в правила благоустройства обсуждают депутаты горсовета. Проект запрещает размещать на дворовой территории предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, лотки и мини-рынки. Изменения обсудят на публичных слушаниях, предположительно, в начале следующего года. Сегодня в рубрике «Вопросы доктору» речь пойдет про постковидный синдром. Врач-анестезиолог, реаниматолог, заведующий отделением Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Владимир Хиновкер расскажет, какие симптомы у этого заболевания и как его лечить. Здравствуйте! Я Владимир Хиновкер, врач-интенсивный терапевт. И сегодня я отвечаю на три самых частых вопроса о постковидном синдроме. Что такое постковидный синдром? У кого он возникает? Постковидный синдром. Да, сегодня так все устроено, что пациенты приходят к врачу для того, чтобы узнать правильный диагноз, а потом в Инстаграме найти, как от этого лечиться. Постковидный синдром – это такой собирательный термин, который включает в себя все возможные осложнения после перенесенного коронавируса. И британские ученые разделили его на четыре части, и он включает в себя остенизацию, осложнение со стороны легких и сердца, постреанимационный синдром и все остальное. Какие симптомы у постковидного синдрома? Самые частые проблемы, на которые жалуются пациенты, перенесшие коронавирус, – это быстрая утомляемость и остенизация. Люди плохо переносят нагрузки, легко потеют при минимальной физической нагрузке, у них есть небольшая апатия, и часто пациенты, перенесшие стационарное лечение, находятся даже в состоянии легкой депрессии. Как лечить это заболевание? Вот тут самое интересное, потому что как лечить эту огромную массу различных симптомов, различных жалоб, одним лекарством никто не знает, и золотой пилюли не существует. Существует большое количество рекомендаций о том, что можно применять, и что может быть полезно, но без доказательной базы. Это и апитерапия, и различные средства, биостимуляторы, женьшень, золотой корень и так далее. Но самое главное, наверное, все-таки это прогулки на свежем воздухе, время должно обязательно вам помочь, разнообразное питание, включающее большое количество фруктов, овощей, и самое главное еще – это хорошее настроение. И есть хорошая новость о том, что пациенты, у которых есть осложнения на легкие и на сердце, перейдевшие к коронавирусной инфекции, могут получить восстановительное лечение в клиниках города, и это абсолютно бесплатно по программе госгарантий. Ваш голубой полис поможет вам. Получить направление на это можно у своего участкового терапевта. Свои вопросы, доктор Ухиновкер, вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и в WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК.